ТОП-3 причины, почему запрет абортов не увеличит рождаемость. На третьем месте завышенные ожидания, то есть отмена одного аборта не означает рождение одного ребенка. Если на ранних стадиях беременности уже есть медицинские показания к аборту, то велика вероятность, что живой ребенок все равно не родится. Зато позже в неудобном месте, в неудобное время случится выкидыш, кровотечение или что-то еще, требующее срочное медицинское вмешательство для спасения женщины. Самая распространенная социальная причина абортов, это когда женщина живет с мужчиной, который не хочет детей. И от этих отношений она делает несколько абортов. Но если женщина не сделает первый аборт, то с мужчиной она рассталась, живет как мать-одиночка и остальные беременности не наступают. То есть вместо 10 абортов у одной женщины ожидается прирост в 10 детей, а прирост будет только в один ребенок. На втором месте факт, что аборт – это не внешний поражающий фактор, вроде землетрясения, наводнения, эпидемии и войны, а способ решения конкретной социальной проблемы, заключающейся в том, что содержать ребенка не просто дорого и неудобно, но для некоторых женщин практически невозможно и ведет в нищету. Например, женщина живет на съемной квартире, весь день на работе, заработка хватает только на еду и оплату жилья. Если она начнет беременеть, то снизится ее трудоспособность, и она потеряет работу и жилье еще раньше даже, чем родит ребенка. Если она живет на средства мужчины, который хочет женщину, но не хочет детей, если забеременеет, то тоже останется без средств к существованию и помрет с голода, прежде чем получит с папашей алименты, если вообще получит. Те, кому надо сделать аборт, все равно его сделают. Например, народным способом или в подпольном абортарии, которые сразу появятся после запрета абортов законным способом, потому что спрос рождает предложение. И на первом месте статистические данные о том, как без решения социальных причин запретительные меры не помогают добиться желаемого результата, а наоборот делают только хуже. Например, когда есть социальные причины пьянства, то есть для многих людей состояние опьянения – это единственная доступная радость, то запрет производства и продажи алкогольных напитков приводит к тому, что люди массово гонят самогон и пьют технические жидкости. И количество злоупотребляющих алкоголем и пострадавших от алкоголя становится только больше. И плюс добавляется новая проблема в виде организованной преступности, которая производит и продает то, что стало запрещено честно производить и продавать. И с этих продаж никто не платит налоги. Пока есть женщины, для которых беременность, роды и содержание ребенка – неподъемное бремя, то от него будут избавляться всеми доступными способами. Население может увеличиться. Просто, знаете, по движению у вас отличие палочки. И вместо резкого увеличения рождаемости, как отзмаха волшебной палочки, будет только более быстрое снижение рождаемости. Например, из-за женщин, которые потеряют здоровье и вообще не смогут рожать. А еще повысится детская и материнская смертность, увеличится нагрузка на здравоохранение, появятся подпольные абортаи, которые не платят налоги, зато калечат женщин. Но на это абортаборцам пофиг. А еще, чтобы не забеременеть, женщины будут меньше давать мужчинам кекс на букву «С» и увеличится количество нетрадиционных отношений, и уменьшится количество браков. А на это тоже всем пофиг. Я подозреваю, что бюрократы, которые хотят запретить аборты, прекрасно понимают все, что мы сейчас рассказали. Но они находятся в таком положении, что решить социальные проблемы невозможно, и чтобы сохранить свою должность, они должны показать свою работу и хотя бы сделать попытку просто подправить статистику. Если научимся отговаривать женщин от совершения абортов, сразу статистика пойдет вверх. А для этого чиновнику проще и безопаснее что-то запретить. Это и бюджетных средств не требует, и переносит ответственность должностных лиц на граждан, которые будут обходить запреты. Все к этому привыкли, и всем пофиг. Кстати, нам тоже пофиг, поэтому не надо нас причислять ни к сторонникам, ни к противникам запрета абортов. Огромная страна, а население совершенно недостаточно.